Здравствуйте! Вас приветствует творческая команда студенческого телевидения Луганской Государственной Академии Культуры и Искусств имени Михаила Матусовского, в которой уже зажгли огни на новогодней елке. В предпраздничные дни лугаки все вращается вокруг встречи нового 2016 года. Проходят новогодние фотосессии с Дедом Морозом, в которых принимают участие все желающие. Для маленьких луганчан в концертном зале Академии Красная Площадь 7 идет сказочный спектакль. Проводятся утренники, а студентов ждет красочный новогодний бал. Об этом и многом другом мы расскажем в последнем, в уходящем году выпуске студенческих новостей. С вами Алина Шапкина и Сергей Оселедец. Мы начинаем! Сегодня мы приехали, поздравили детей с наступающим Новым Годом, подарили им программу. Цель нашего клуба и лично цель каждого из нас – воссоединить эту искусственно разбитую нашу русскую землю. Новый Год – это время чудес, волшебства и хочется детям подарить радость. Делайте добро, и оно обязательно к вам вернется. С 1 декабря в ЛГК имени Матусовского работала мастерская Деда Мороза, в которой студенты-преподаватели готовили новогодние сюрпризы для ребят из Лутугинской школы-интерната. За несколько дней до Нового Года все отвезли в интернат. Как это было, знают Ольга Петля и Эльира Ткач. Самый волшебный праздник уже пришел и в стены Лутугинской специальной общеобразовательной школы-интерната. Сейчас в ней 149 воспитанников, и все они очень ждали, чтобы в их жизни случилось новогоднее чудо. Осуществить желание помогли студенты Академии культуры, которые вместе с заведующими кафедрами менеджмента Виктории Ароновой и театрального искусства Оксаны Малаховой и привезли в Лутугинскую школу самый настоящий праздник. Сегодня мы приехали, поздравили детей с наступающим Новым Годом, подарили им программу и хотим искренне пожелать этим деткам, чтобы у них всегда было чистое небо над головой, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Подготовка к этому дню была очень кропотлива, ведь это дети, и их хочется удивить, порадовать и поддержать. Ради этого студенты ЛГАГи разных специальностей по-своему помогали. Модельеры сшили дизайнерские игрушки, художники Академии создали модели городской площади, на которой вот-вот начнется празднование Нового Года, а также уютные домики для кукол. Конечно же, в этот день к ребятам приехали и самые главные гости – Дед Мороз и Снегурочка, которые играли с ними и водили хороводы. Дети очень одарили нас лучами радости, зарядили новогоднее настроение, так что Новый Год мы встретим здесь. Да, это очень здорово – одарить радость такую детям, получать от них тепло, и вот такие замечательные подарочки. Воспитанники интерната также подготовили свою программу. Они пели, танцевали, нарядились в костюмы сказочных персонажей и в отличном настроении смотрели представления от Смешинки и Веселинки, а также рассказывали новогодние стихи. Новый Год приходит в гости и румяный, и седой. Он играет с нами в пляже, с ним и праздник веселий. Дед Мороз на елке нашей – самый главный из гостей. Директор школы Любовь Шаменко отметила. Очень рада, что уже второй год Академия дарит такой праздник для ее воспитанников. Хочу искренне поблагодарить и Викторию Витальевну, и Оксану Валерьевну, и всех студентов, и Академии, и колледжа за их мастерство, за профессионализм. Это будущее наше. И вы видели по лицам деток. Огромнейшее спасибо. С праздником всех вас и всем большое спасибо. Все ребята без исключения получили новогодние подарки от Луганской Государственной Академии Культуры и Искусств имени Михаила Матусовского. За окном зима? Не очень сказочная. Пока. А вам очень-очень хочется увидеть то, какое она бывает, когда деревья в снежных шапках, а оконные стекла в причудливых морозных узорах. Мы знаем, где все именно так. В галерее Художественного музея Луганска открылась выставка «Новогоднее настроение». Ирина Мирошниченко уже побывала на ней. В преддверии Нового года в галерее искусств Луганского художественного музея создавали новогоднее настроение, представив вниманию луганчан сразу несколько выставок. Первая из них – музейная выставка «Прикасаясь душой к природе. Зима» демонстрирует более 40 живописных произведений, как советских художников, так и художников современной Луганщины. «Неповторимый образ зимы каждый мастер изображает по-своему. Кто-то сказочной радостью, а кто-то лиричностью и тихой печалью». Мы ушли от желания показать пейзаж, натюрморт, времена года. Мы поняли, что нам надо показывать именно зиму. Начали работать в фондах. Мы никогда не думали, что у нас будет такое огромное количество работ, посвященных зиме. Мастера Народного клуба «Левша» и Луганский театр кукол на выставке «Сказочная страна» представили глиняные игрушки и театральных кукол в обрядовых костюмах, выполненные разными техниками декоративно-прикладного искусства. Что собой представляет обрядовая кукла, рассказала мастер-кукол-мотанок Алла Бойко. Вот у нас сегодня Новый год наступает, Рождество. Есть такая обрядовая кукла, Коляда называется. Это очень сильный оберег. У ней, вот посмотрите, какая она красивая куколка. У ней веничек, чтобы она вымела с дому все плохое, всю плохую энергию. Не менее интересной и удивляющей своей тонкой работой выставка «Застывшая пластика, согретая детским теплом». Художественная скульптура выполнена из пластилина, которая держится на металлическом каркасе. Глядя на работы, казалось, будто они живые. Мы хотим, чтобы люди получили заряд хорошей энергии, бодрости, хорошего настроения. Чтобы пришли и отдохнули в залах нашей выставки детишки вместе со своими родителями. Замечательные, добрые новогодние песни в исполнении народного фольклорно-этнографического ансамбля «Забавушка», звучавшие для посетителей выставки, подогревали праздничную атмосферу, царившую в выставочном зале. Кто не успел посетить выставку, не расстраивайтесь. Она будет открыта до 18 января. Приходите, смотрите, восхищайтесь. Новый год – это праздник, который любят, с нетерпением ждут и начинают готовиться к нему задолго до его наступления. А какой же праздник без подарков? Новогодняя ярмарка азиатских товаров – одно из мест, где можно подобрать что-нибудь оригинальное. Новый год – это праздник, наполненный чудом и волшебством. Что же подарить новогоднюю ночь родным и близким? Новогодняя ярмарка азиатских товаров – это отличное место, где каждый желающий может приобрести подарки и сувениры. Луганский клуб аниме японской и азиатской культуры Айна за 11 лет своего существования провел немало мероприятий и ярмарок в городе. Одну из которых представил в преддверии Нового года в Луганской областной юношеской библиотеке. Каждый участник предложил свою идею. Все эти идеи собрали вместе и все вместе организовали эту ярмарку. Выбор новогодних товаров для любителей японской культуры был весьма разнообразен. Покупатели смогли приобрести оригинальные японские аниме-фигурки, китайские украшения, констовары, плакаты и косметику. Настя Пегусова больше года профессионально занимается изготовлением работ из полимерной глины. Работы, которые она сделала своими руками, пользовались на ярмарке особой популярностью. В этом году в городе практически не проводится никаких мероприятий для молодежи, особенно для субкультур. И это большой шанс для людей познакомиться, узнать что-то новое, найти новых друзей на таких мероприятиях. Организаторы мероприятия приложили максимум усилий, чтобы полностью передать зимнюю атмосферу японской сказки. В холле библиотеки каждый желающий смог сфотографироваться в национальных японских костюмах. Сережа, ты катался когда-нибудь на мотоцикле? Нет, я даже не успеваю их разглядеть, когда они проносятся мимо. Ночные волки устроили серию новогодних праздников для детворы «Сказка о единстве». Может, покататься ты не сможешь, но на мотоциклы посмотреть сможешь в следующем сюжете. Большинство людей не только любят, но и верят в сказки. И не важно, кто ты – маленький ребенок или большой брутальный байкер. Наша съемочная группа вместе с клубом «Ночные волки» окунулась в атмосферу настоящего новогоднего праздника. «Сказка о единстве» – это шоу-программа для жителей и гостей города, подготовленная совместными усилиями мотоклуба «Ночные волки» и Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Театральная постановка с элементами реконструкции великих исторических событий и зрелищное пиротехническое световое шоу. У Луганской государственной академии культуры и искусств есть потенциал, есть силы. Это и хореография, это театральное искусство, это и музыкальное искусство. Объединились в едином проекте вот с «Ночными волками» мотоциклистами. Мотоклуб «Ночные волки» известен своей патриотической направленностью. Мотоциклисты много лет помогают детским домам, объездили практически все страны бывшего Советского Союза. Неоднократно восхищали своих поклонников стрелищными шоу-программами. Естественно, и само название говорит за себя, что это «Сказка о единстве». Почему именно «Сказка о единстве»? Да потому что все, что искусственно было расколано, цель нашего клуба и лично цель каждого из нас – воссоединить эту искусственно разбитую нашу русскую землю. «Ночные волки» Луганска понимают, что после пережитого луганчане очень нуждаются в празднике. «Сказка о единстве» стала для них не просто праздником, но и настоящим уроком патриотизма. Единство все-таки должно быть единство. И наступление праздника Нового года я хочу всем пожелать мира. Зрители смогли побывать на настоящем поле боя, увидеть настоящую борьбу между силами добра и зла. Баба-яга и змей Горыныч похищают Снегурочку. Богатыри на стальных скакунах, суворов и кутузов на мощных внедорожниках атакуют врага. И это лишь часть грандиозного представления с символическим названием. В сказке приняла участие молодежь из разных городов Луганской Народной Республики. Яркое фаер-шоу, красочный фейерверк, выступления на мотоциклах и, главное, поучительный смысл сказки подарили всем присутствующим не только праздничное настроение, но и желание жить и созидать. Я не удержался и решил отправиться навстречу приключениям и новой сказке. Поехали! Весь год мы рассказывали вам о работе Творческого центра Академии культуры «Красная площадь-7». Но на его сцене луганчане увидели немало прекрасных концертов, спектаклей, а под Новый год здесь стали происходить настоящие чудеса. Окунуться в мир волшебства и вновь почувствовать себя детьми посчастливилось всем, кто решил заглянуть в Луганскую Государственную Академию культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Участники Творческого центра «Красная площадь-7» как настоящие волшебники приготовили новогодний подарок для зрителей. Началась сказка с выступления ансамбля современного танца Детской Академии искусств в Прилгаке «Антре». А потом появились Кикима, Рыба-Баяга, Снеговик и другие сказочные персонажи, которые пели, танцевали и развлекали маленьких гостей как могли. Новый год – это время чудес, волшебства и хочется детям подарить радость, ощущения яркие и чудеса, чтобы они прониклись этим всем и тоже поверили в чудо и Новый год. Преподаватель театральной кафедры ЛГАКИ Инна Калаусова считает, что в таких мероприятиях каждый из студентов может проявить себя, найти неповторимый образ и в то же время получить отличный опыт в своей профессиональной деятельности. Вы знаете, это такая работа интересная, поэтому это тот момент, когда рождается сказка, рождается чудо, и это все в комплексе помогает в работе и с детьми, и со студентами. Волшебники Академии культуры и искусств заставили поверить маленьких зрителей в то, что только настоящая дружба преодолеет все преграды и найдет дорогу к новогодним чудесам. Алин, а давай сфотографируемся? Не хочу, Сереж, я уже устала фотографироваться. Ну, конечно, в звездной жизни это сложно. Лучше я расскажу о необычном подарке, который студенты Академии подарили луганчанам в канун Нового года. У памятника Михаилу Матусовскому возле Академии для всех желающих прошла праздничная фотосессия, которую организовал Союз художников Луганской Народной Республики со студентами-фотографами ЛГАКи. Жительница города Ирина со своей дочкой Алисой не смогли пройти мимо новогоднего представления и решили сделать на память новогоднее фото с Дедом Морозом, для которого Алиса и многие ребята подготовили стихотворение. Дедушка Мороз пожелал всем счастливого Нового года, а деткам вручил сладкие подарки. Новогодняя фотосессия – это отличный повод поднять всем настроение и поздравить с наступающим Новым годом. Вот и подошел к концу последний в 2015 году выпуск студенческих новостей, подготовленный телевидением Луганской Государственной Академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Самое время праздновать! Мы желаем вам мира, добра и творчества. И обещаем, команда студенческого телевидения не пропустит ни одного достойного события в культурной жизни Луганска и в следующем 2016 году. А пока веселых вам праздников и счастливого Нового года! До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова